22-я международная казахстанско-российская историко-культурная, экологическая, спортивно-туристическая экспедиция прибыла в Индерский район. Основная цель экспедиции, проводимая в рамках программы «Взгляд в будущее», модернизация духовного сознания, пропаганда историко-культурного наследия Казахстана на национальном и международном уровне. В ходе круглого стола было рассказано об экологическом состоянии реки Урал, о привлечении молодежи к решению экологических проблем, популяризация туристских ресурсов региона и развитие дружеских взаимоотношений между жителями Оренбургской и Атараусской областей. В этом году свои задачи и миссии выполняет реализацию программы «Рухани Жангру». И свой маршрут мы построили по территории Западно-Казахстанской области от городища Жаик и до Атараусской области, городища Сарайшик, где мы будем финишировать. Наша экспедиция своей цели не меняет, они неизменны. Это сохранение богатейшего историко-культурного наследия, сохранение нашего состояния экологического Урала. Поэтому мы идем по Уралу и рассказываем о тех задачах, которые удалось выполнить экспедиции. Вот по инициативе участников экспедиции учрежден День Урала. Это теперь прошло в Оренбургской области, в Западно-Казахстанской области. И мы хотим предложить Атараусцам тоже учредить такой День Урала. Следует отметить, что историко-культурная экспедиция Жаик-Урал организовывается уже в 22-й раз. Если изначально в экспедиции принимали участие только уральцы, то за последние 16 лет это мероприятие проходит в честном контакте с Оренбургской губернией. Потому что состояние реки Урал – единая проблема жителей двух областей, которые расположены вдоль ее берегов. Ежегодная цель данной экспедиции – это сохранение биоразнообразия реки Урал. В этом году данная экспедиция проходит в рамках реализации программной статьи главы государства Рухани Жанру. Мы считаем это очень символично, так как вдоль реки Урал находится ряд наших ключевых сакральных объектов региона. Это, как вначале, Мавзолей, Мохамбет Таутимисова, Городиси Сарайчик, участники экспедиции посетят эти сакральные объекты. Цель в то же время – сохранение Урала и как раз-таки пропаганда, возможно, увеличение туристической привлекательности вышеуказанных сакральных объектов. После собрания члены экспедиции, состоящей примерно из 50 человек, поехали на Туздеколь, соленое озеро. Искупавшись в целебных водах озера, они были впечатлены красивой природой региона. Такой широкий, красивый Урал. Меня поразило, как изменился Индар. Построено было очень много домов красивых. Интересные социальные объекты. Ну, а сегодня меня вообще поразило то, что, особенно на круглом столе, действительно, вот эта вот программа модернизации общественного сознания, она подразумевает ответственность каждого. Личную ответственность за то, что происходит на твоей земле. Я думаю, что вот цель нашей экспедиции как раз и в этом состоит. И мы ходим для того, чтобы, ну, как нам говорят некоторые, ну, что вы сделали для того, чтобы вот Урал, а мы многое сделали. И самое главное, мы достучались до органов власти и все-таки создана межправительственная комиссия. Да, она еще не начала свою работу, но в втором полугодии она начнет свою работу. Экспедиция продолжится и в других историко-культурных местах Казахстана. Эльвира Рахамжан-Козы, Артур Ботпанов, Служба новостей.